Так, играх соединяй. С какой ромашкой? Так, хорошо, молодец. Первоклассники с удовольствием постигают азы арифметики. Им помогают не только опытные педагоги, но и современная цифровая техника. Здесь можно стирать компьютеры. Тебе нравится компьютер? Да. Мы там разрешаем задачи и нам иногда показывают тексты, чтобы мы списывали. Рисуем. Смотрим мультики. Это замечательная наглядность. Наглядность, дети с радостью смотрят, красивые картинки. Тем более у нас сейчас доступен интернет. Для того, чтобы сформировать у детей универсальные учебные навыки, надо, конечно, чтобы дети умели работать на этом оборудовании. Они это делают с радостью. На развитие образования в прошлом году федеральный бюджет выделил более 300 миллионов рублей. Деньги пошли на приведение школ в нормативное состояние, создание комфортной и современной среды для учеников. На сегодняшний день вся начальная ступень школ региона оснащена самым современным оборудованием для модернизации учебного процесса. Навыки обращения с проектором, интерактивной медиадоской получили и все педагоги начальных классов. Теперь краевые власти ставят перед собой следующую задачу. Это увеличение оплаты труда для учителей. У нас было несколько задач. Сделать так, чтобы дети учились в нормальных условиях. Это мы решили какое-то время назад. Сейчас нам надо сделать так, чтобы были современные классы и чтобы были достроены зарплаты учителей. В прошлом году краевой бюджет направил более 500 миллионов рублей на повышение учительских зарплат. В итоге заработок школьного педагога сейчас составляет около 17,5 тысяч рублей, что сопоставимо со средней заработной платой по экономике в регионе. В этом году предполагается поднять эту планку до уровня в 21 тысячу. Средства выделяются из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, будет продолжено оснащение априкамских школ современным оборудованием для учебного процесса. Мы дополнительно получаем 971 миллион рублей. Эти деньги будут также расходоваться на оборудование школ, но теперь уже закрывать федеральный государственный стандарт в основной и в старшей школе. Мы будем закупать учебники и будем заниматься квалификацией учителей. Кроме этого, по зарплатам у нас еще одна планка. Выйти на среднюю по экономике края 21 тысяча 250 рублей в среднем по учителям. В целом на развитие образования в этом году в Пермском крае будет направлено почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. Средства на это выделяются из федерального и регионального бюджетов. Антон Шибанов, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.